В эфире новости в студии Игорь Липский. Здравствуйте. События, факты, комментарии. Говорим о главном к этому часу. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретится с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Союзное государство, наша делегация, прибыло с рабочим визитом. Он продлится три дня. Цель – укрепление партнерских связей и поиск новых контактов. Делегаты планируют посетить ведущие предприятия и технопарки, а также обменяться опытом в сфере культуры, патриотического воспитания, строительства, спорта, туризма и сельского хозяйства. Подробности мы сообщим в следующих выпусках. В Усть-Рустальном районе спасатели проверили населенные пункты, прилегающие к лесным массивам. В области продолжает действовать особый противопожарный режим. Очередной рейд прошел в садовых товариществах «ЗИД» и «Строитель», а также в поселке Гусевский. Спасатели и представители муниципалитета напомнили жителям о правилах пожарной безопасности. За их несоблюдение штраф до 20 тысяч рублей. Садоводы сказали, что знают об особом противопожарном режиме и костры не разводят, потому что рядом много деревянных построек. Старые обрезанные ветки мы перерабатываем, то есть те же самые мульчу. У нас компостная яма есть у меня, соответственно, там все перегнивает. Все потом перегниваем на мусор. Вот у нас контейнерная площадка, председатель подвесокоился, большой контейнер, туда мусор, собственно говоря, вывозим. С помощью квадрокоптера была проведена разведка на выявление возгораний в лесах, прилегающих к СНТ и населенным пунктам. Специалисты групп применения беспилотных авиасистем в общей сложности налетали уже более 17 часов с начала пожара опасного периода. В этот раз очагов природных пожаров не обнаружено. Значит, на сегодняшний день у нас на территории произошли порядка 140 техногенных пожаров. В том числе сюда включаются также порядка 35 палов сухой травянистой растительности. И также на сегодняшний день произошло три лесных пожара на территории нашего района. Ребенку сиротей Судогодского района выдали квартиру только после вмешательства прокуратуры. Местные власти настаивали, что большинство аукционов на покупку жилья не состоялись. Но надзорные органы нашли решение проблемы. В новой квартире вместе с представителями надзорных органов побывала и наша съемочная группа. Анна Поликарпова показывает свою новую квартиру. Новостройку в Оргтруде сдали только в прошлом году. Жилье обеспечено всем необходимым газовой плитой, индивидуальным отоплением, обустроенным санузлом. Особое внимание в квартире к безопасности. Анне 22 года. Она сирота. Кроме того, в одиночку воспитывает маленькую дочь. Всегда мечтала о своем жилье. Обратилась в администрацию, но подходящих квартир в муниципалитете не нашлось. На проблему обратили внимание сотрудники Судогодской прокуратуры. Спустя полгода Анна получила долгожданное жилье. Район очень хороший. Магазинная остановка. А самое хорошее, что школа-детский садик. Рядом, тихий, спокойный. Конечно, радует свое жилье, свой уголок. Я ждала этого. Всего в прокуратуру Судогодского района обратились 8 детей-сирот. По закону, после 18 лет каждый из них должен быть обеспечен благоустроенным жильем. В прошлом году из областного бюджета на эти цели району было выделено больше 27 миллионов рублей. На эти средства было куплено 14 благоустроенных квартир. К сожалению, не все денежные средства, которые были выделены на эти средства, удалось освоить. В связи с тем, что аукционы были признаны несостоявшимися. Но как результат, как я уже сказал, 14 благоустроенных жилых помещений были приобретены. Работа и в этом году продолжается. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием обеспечить каждого из детей благоустроенным жильем. В то же время областным законодательством предусмотрено, что получив или выяснив мнение ребенка о том, где он хочет проживать, возможно приобретение жилья и на территории других муниципальных образований нашей области. На прокуратуру была проведена проверка, по которой было установлено о том, что вот эти 8 детей-сирот, они намерены были проживать на территории города Владимира. После вмешательства прокуратуры все 8 заявителей получили положенное им по закону жилье. Одна из них, Анна Поликарпова, уже строит планы на будущее. Мечтает заменить обои, установить мебель и новый кухонный гарнитур. А главное прописать в квартире дочку и устроить ее в детский сад. Игорь Липский и Евгений Адамов. Для школьников региона уже на следующей неделе стартует пора экзаменов. В этом году их сдают больше 14 тысяч выпускников девятоклассов и почти 5 тысяч одиннадцатиклассников. В региональном министерстве образования поделились результатами ЕГЭ прошлого года. По четырем предметам показатели оказались выше среднероссийских. Среди них математика, химия, биология и общество знания. Сократилось число выпускников, которые не смогли набрать минимальное количество баллов для сдачи ЕГЭ. В регионе организованы пункты для сдачи экзаменов. Все помещения обеспечены необходимыми расходными материалами, медкабинетами, рамками и металлоискателями, блокираторами сотовой связи. На экзаменах будут заняты около 6 тысяч педагогов. Самый выбираемый предмет у одиннадцатого класса общества знания, почти половина, 50% ребят его выбирают. То же самое и в девятом классе. Более 60% выбирают общество знания как предмет по выбору. На втором месте это информатика, но далее биология очень пользуется популярностью. У одиннадцатого класса истории, у девятого класса это география. Эксперты Роскачества предупреждают, мошенники уже вовсю торгуют сети фальшивыми результатами ЕГЭ. Аферисты запустили фейковые группы в Телеграме и ВКонтакте. Средняя цена за такую помощь около полутора тысяч рублей. Выпускникам советуют не связываться с мошенниками и рассчитывать только на свои силы. Готовиться к экзаменам самостоятельно или с помощью репетиторов. Количество жалоб на банки и страховые компании во Владимирской области снизилось. Об этом сообщают в региональном отделении Банка России. С начала года поступило 479 жалоб. Вдвое участились обращения людей, на имя которых мошенники взяли займы. Для решения этой проблемы микрофинансовые организации должны тщательнее проверять личность заемщика. В частности, паспорт, фотографию в документах, кредитную историю, номер счета и телефона. Получить оперативную консультацию или подать жалобу на действия микрофинансовых организаций можно по телефону горячей линии, через интернет-приемную или в мобильном приложении ЦБ онлайн. В Владимирском юридическом институте уже в 12-й раз провели турнир по рукопашному бою. Традиционно его посвятили памяти Александра Дедюшка. Популярный актер начинал на подмостках нашего областного театра драмы. А в 2007-м вместе с женой и сыном погиб в ДТП на территории Петушинского района. Как проходили соревнования, расскажем в нашем следующем репортаже. Ильгар Гусейнов начал изучать искусство рукопашного боя в 2012-м, еще курсантом Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. За это время получил звание мастер спорта, представлял страну на международном уровне. А сегодня ему вручили медаль ордена за заслуги перед Отечеством. Какие эмоции могут быть после медали? Конечно, очень позитивные. Медаль третьей степени за заслуги перед Отечеством. Очень серьезно для меня. И мотивация очень хорошая. Есть для чего стараться. За звание сильнейших боролись 150 спортсменов из 23 регионов страны, в том числе сотрудники уголовной исполнительной системы. Соревнования с 2011 года проводятся в нашем юридическом институте в СИН России. Юридический институт у СИН России – это же такая большая семья. Семья студентов, курсантов, спортсменов. Принимают здесь ребят, которые дальше идут служить в очень разных силовых ведомствах. Самое главное то, что мы наблюдаем за физическим развитием наших детей, которые участвуют в этих соревнованиях. Очень важно, что некоторые из них остаются работать и на территории Владимирской области. Показательный рукопашный бой – это возможность оценить наработки спортсменов, их технику. Сергей Носиболин сразу дал понять, что настроен серьезно. И буквально вырвался в победителя за несколько секунд до конца поединка. У меня противник был по росту, повыше меня, поэтому я сближался, использовал приемы борьбы. И мне удалось собрать победу. Честные эмоции – просто огонь. Я потому что проигрывал на один балл, счет был 9-8. На последних пяти секундах я, так сказать, вырвал свою победу. В рамках соревнований прошли встречи с режиссерами и актерами, которые лично знали Александра Дедюшко. От совместной работы с ним у коллег самые светлые воспоминания. Это самое веселое и самое грустное время, то, чем закончилась наша совместная творческая деятельность с Александром, Сашей Дедюшко, с Аней, как я его звал. Творчество, которое переросло в личную дружбу. Я тогда снимал, начинал снимать сериал «Парни из стали», тоже известный сериал в начале 2000-х. Конечно, без разговора Саша был утвержден на эту роль. Александр Дедюшко до того, как получил всероссийскую известность, играл во Владимирском областном театре драмы. Запомнился зрителям своими ролями во множестве фильмов и сериалов. В память о нем в нашей области проводят не только соревнования по рукопашному бою, но и фестиваль патриотического кино «Над гранью». Александр Инин, Владислав Мальцев и Евгений Адамов. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история и вы хотите стать героем нашего репортажа, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, и мои коллеги ровно в 19.00 подведут итоги этого дня. Не переключайтесь.